По водительскому удовлетворению. Попробую сделать. Давайте. Хорошо. Все нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а по водительскому удовлетворению я могу сделать тебе прививочку? У меня нет паспорта, он на обмене. И хотел спросить, меня Дмитрий зовут. Вы его снимаете? Да, я его снимаю, да. У меня еще нет медицинского полиса. В чем дело? Как быть? Я бы хотел себе прививочку делать. А проживаете по заводскому району? По заводскому району, да. В город Орел. Это третья поликлиника. Вы были в поликлинике, посещали нашу поликлинику? Нет ни разу. Я посещал еще, когда до армии, Ливинскую поликлинику, так как я выраженец города Ливна, Орловской области, поэтому я только там. Мы не можем его ввести, да? Это Дмитрий Михайлович? Да, может, Дмитрий. Дмитрий Михайлович, значит, поликлиника третья делает в прививочке с 9 часов 00 до 18.00. Записывайтесь в регистратуре, кабинет 4. Я вас понял. Смотрите, еще такой вопрос. У вас есть документы какие-то, как бы, ну, то, что вы являетесь медработниками, и вообще, ну, на вакцину, то, что вы делаете, и сертификаты, и ознакомливаете у людей с побочными, ну, с возникновением побочных всяких явлений. А если сейчас вы думаете, что мы не с третьей поликлиники, да? Ну, ну, во-первых, у вас машина без опознавательных знаков стоит, без мигалок, без светографической окраски, я, как бы, как нормальный гражданин. Подождите, мужчина, я разговариваю, хорошо? Пожалуйста. Можно дверь закрыть? Прикройте. Прикройте, прикройте дверь. Смотрите, дело в том, что я, как гражданин Российской Федерации, которым я являюсь, я, как бы, проявляю бдительность в некоторых вопросах. Что касается масочного режима, как говорят, то, что людей вводят в заблуждение, вот, ношение масок и всего остального, как бы, в соцсети я свой видеоматериал никогда не выкладываю, я его, как бы, накапливаю для своего личного пользования и, как бы, не ущемляя ни гражданских прав, ни конституционных человек, ни гражданина, как бы, для личного пользования. Для, выложу я в том случае, если, ну, грубо говоря, вы окажете сотрудниками, не сотрудниками медицинского учреждения, вы, как по черным флагам, у вас нет документов на осуществление этой деятельности. Так, понял меня, да? Папчик, вы сейчас можете подойти в 8 кабинет, в 3 кабинет. Не, 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 я вас... У нас есть там ответственные, которые у нас заблуждены. У вас 4 отделение ответственное. 4 отделение ответственное. Как вас зовут? Ну, вы подойдете в 8 кабинет? Не, я к вам обращаюсь, вы меня знаете, я вас нет. Как вас зовут? Вы так же сказали, Дмитрий Михайлович вас зовут? Не, нет, вас как зовут? Ну, я вас зовут Раиса Васильевна. Раиса Васильевна, у вас есть документы с собой? С собой, а зачем они нам учат? Ну, вы кем являетесь в данный момент? У нас сегодня рабочий день. Мы пришли на работу. Нет, вообще, как... Нет, нет, зачем? Нет, я могу сотрудников полиции вызвать, они будут все устанавливать. Хорошо, вы слушайте. Я работаю в этой поликлинике с 83-го года. Нет, я понял. Я вас не знаю. Участковой медсестрой. Вы можете записать мою фамилию, имя, отчество и прозвонить в нашу поликлинику. Я вас понял. А вообще документы должны быть, по идее, у вас? Нет, нет, никаких. Вот в каждую субботу выезжает наша поликлиника и принимает. Я приведу, у вас как у медработника есть какие-то книжки или еще что-то? У нас, оказывается, сертификаты. А, сертификаты. А вы с собой их не носите, да? Нет, у нас только в отдел кадров, пожалуйста, приводите. Я понял. Нет, нет, мне это неинтересно. Смотрите, у вас есть с собой документы какие-то? Нет. То есть, ну, что это за вакцина, как она называется? Ну, так же, вакцина есть. А можно знакомиться? Ну, документы нет на вакцину. Нет, нет, чтобы вот человек, я пришел вакцину делать, прививку делать, я взял, грубо говоря, пришел к вам и говорю, мне сделайте, пожалуйста. А потом вот сделал, попросил документы, вы мне что, ответьте? У нас нет с собой документов, вот так? Да мы же рабочие, у нас рабочий день. У нас вот холодовая цепь. Да я, да нет, я вам про документы, я вас прекрасно понимаю. Ну, вы же, вы же как бы с людей даже, вы расписки их с них берете? Давай я позвоню ей. Давайте сейчас. Нет, нет, звоните. Нет, давайте, давайте. Нет, мне, я просто, я вас понял. Вы нас задерживаете, у нас стоят люди, мы находимся на своем рабочем управлении. Я понял, у вас, короче, ничего нет. У нас есть распоряжение главного врача. Я понял, я в курсе. Распоряжение Клычкова. Я в курсе. Я знаю, я звонил в здравоохранение, звонил. Хорошо. Узнавал. Вы вот нас задерживаете. Я понял. У вас с собой ничего показать, ничего нет. У нас все документы в третьей полиэтиленции. Я вас понял. Все, спасибо. Нет, давайте поговорите. Нет, нет, нет. Теперь с Madrid passing. Нет, нет, нет. Не, а вы мне... Вы теперь не отходите. Нет, можете с сотрудниками полиции, мне звонят не некогда. Всего хорошего. Всего хорошего. Я прошел к ним и попросил сделать мне прививку. Предоставил им документы. После чего он попросил у них документы удостеряющих личностей. Он мне пояснил, что документы удостеряющих личностей, они с собой не имеют. Я говорю, а как я могу убедиться, что вы именно являетесь врачами? Они мне сказали, ну, обратитесь, позвоните и тому подобное. Я говорю, у вас есть, как бы, показать какие-то документы? Попробуйте подойти в поликлинику номер восьмой кабинет. Я понял. Послушайте, не мешайте. Политинформация небольшая, люди. Не надо политинформации. У них нет никаких документов вообще на вакцину, сертификатов, побочные явления какие. Люди, включайте голову. Голову включайте. Люди, голову включайте. Все, хорошо. Я вас понял. Да, да, вызывайте милицию. Дмитрий меня зовут. Михайлович. Всего хорошего. Вы людей вводите в заблуждение. Не мешайте работать. Людей вводите в заблуждение вы. Людей. Вводите людей в заблуждение. У вас должны быть документы. Женщина. Документы должны у вас быть. Спросите в поликлинице. По телевидению объявляют много кое-чего. Понимаете? У них должны быть документы. Вы сказали, что они встретили поликлинице. Все правильно. А я говорю, что я новый губернатор. Вы мне поверите? Зачем вы это говорите мне? В смысле, зачем? Вы проработали с вакцинами. Зачем я вас... Вы проработали с вакцинами. Должны быть документы на руках у людей? Допустим, я сотрудник полиции. Допустим, у меня должны быть документы с собой? Нет. Не должны, да? Вы поступаете в поликлинице. Я вас... Ну подожди, они... Да, поступают. Настоящие сотрудники полиции, так поступают настоящие. Они ряженые клоуны, которых вы за глаза полицаями называете. Вы за глаза их называете полицаями. Вот этих, вот этих, вот этих товарищей. Это не моя полиция. Это не моя, это не моя страна. Это не моя страна. Моя страна, Советский Союз. Союз Советских Социалистических Республик. Я гражданин Советского Союза, так как и все. У меня есть свидетельство о рождении. Сыпом и молотом. Все, успехов. Все, успехов. Просыпайтесь, всем добра. Просыпайтесь, люди. Вас на убой ведут, люди. Просыпаемся, просыпаемся. Сегодня укольчик сделают, завтра не проснетесь. Только потом поздно будет. Включайте голову. Голову включите свою. Такие вещи в больнице делают. По черным флагам. Ни документов, ни сертификатов, ни о чем не ознакомлюют. Ни побочек, ничего вообще не разъясняют. Документы не показали, кто они такие. Вы знаете их? Зачем? Зачем? Для чего? Для чего вы тогда сюда пришли? А вы кто такой, чтобы мы вам должны документы показать? В смысле, я гражданин. Кто вы такой? Россия. Советского Союза. Вы от Навального, что ли, пришли? Или от кого? От Наковального я пришел. Нет, Наковальный. Мой шеф Наковальный. Да. Вова Наковальный того зовут. Да, да, конечно. У меня все записано. Желобенку я оставлю на вас, на вашу деятельность. Вызывайте, да, да. Мы ждем. Это не полиция. Это... Это...